Что ж, всем здрасте. Да, видео опять не было несколько месяцев. Некоторые зрители, наверное, уже и вовсе забыли о существовании моего канала. Долгое отсутствие было связано со многими причинами, главное из которых мои длительные размышления о судьбе канала. Честно сказать, после того, как я увидел сколько просмотров и активности собрал мой последний видос, я серьезно обдумывал решение о закрытии канала. Как видите, решение оказалось в пользу продолжения деятельности. Просто сделал некоторые выводы, и на этом все. Многие, наверное, спросят, а к чему такое меланхоличное отступление? А все это безобразие просто. Мне нужно было поделиться своими мыслями, объясниться за долгое отсутствие. Хотя, не знаю, было ли это кому-нибудь интересно. Ну а теперь давайте переходить к основной теме ролика. После долгого отсутствия я решил взять поистине тяжелый и депрессивный фильм, который многие, как мне кажется, пропустили мимо себя. Речь сегодня пойдет о фильме «Бьютифл» режиссера Альхандро Гонзалеса и Нериту. Этого режиссера вы можете знать по таким кинокартинам, как «Выживший» и «21 грамм». Главную роль исполнил бесподобный Хавьер Бардем, который был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Давайте кратко поговорим о сюжете, после чего выскажу свои мысли касательно актерской игры, посыла и метафизики фильма. Фильм рассказывает об Уксболе. Да, имя главного героя действительно настолько сложное. Разведен им отца двое детей. Он вовлечен в незаконную деятельность, помогает нелегальным эмигрантам найти работу и получает с этого определенную прибыль. А еще Уксболе неизлечимо болен, вокруг чего и строится весь сюжет. На протяжении всего фильма он готовится к смерти, вспоминая прошлое и решая проблемы в настоящем. Думаю, этого синопсиса вполне хватит, чтобы заинтересоваться картиной. Начну, пожалуй, с актерской игры, ибо здесь меньше всего разговоров. Как я упоминал ранее, главную роль исполнил Хавьер Бардем. Если вы знаете, кто это, то вам и объяснять не нужно, насколько это потрясающий актер. А если по каким-либо причинам первый раз слышите, то обязательно посмотрите «Стариком тут не место», «Море внутри» и «Тот же Beautiful». Уверяю, после этих фильмов Бардем будет в вашем списке любимчиков. Так что да, в фильме он не подражаем. Но «Оскар» он все же не взял, что лично меня слегка обескураживает. Ибо, по моему мнению, он сыграл куда сильнее Кулина Фёрта в фильме «Король говорит». Касательно других актеров все тоже довольно интересно. Как я понял, из профессиональных там были только Бардем и Марисель Альварес, которая, кстати, тоже очень отлично сыграла. Удивительно, что даже номинацию не дали. Все остальные были либо новичками, либо вообще актерами не были. Но даже учитывая этот факт, отыграли хорошо. Давайте сразу остановимся на арт-хаусе. Я не просто так назвал Beautiful примером данного жанра. Сначала хочу сказать пару слов о самом жанре и моем отношении к нему. Что такое арт-хаус? Ну, прежде всего, это авторское кино, которое рассчитано на узкую аудиторию. В этом изначально и кроется прелесть данного жанра. В арт-хаусах автор может поднять очень глубокую тему. Он может рассказывать о чем угодно. И не бояться, что станется неуслышанным для массового зрителя. Да, бывают арт-хаусы, граничащие между такими понятиями, как авторское кино и кино для массового зрителя. К примеру, та же фаворитка, которая сейчас идет в кинотеатрах. Что лично мне нравится в арт-хаусах? Как я говорил ранее, сама концепция жанра. Мне нравится смотреть тяжелые, глубокие и абстрактные картины, в которых, прежде всего, нужно уметь чувствовать и думать. И именно из-за этого я считаю Beautiful Альхан Риньериту идеальным арт-хаусом. В нем тема смерти поднимается на очень высокий уровень, показывая переживания о узболений в лоб, а скрывая глубокий посыл в метафорах. Да что уж говорить о смысле внутри фильма, если начать можно даже с его названия. Как вы могли заметить, если знаете английский, название фильма написано с ошибкой, и сделано это не просто так. Как говорил Эльхан Риньериту в интервью, слово Beautiful, означающее красивый, написано именно так, как я того хотел. Так я пытался почерпнуть то, что не всякая гороста красива. Иными словами, не все является тем, чем оно на первый взгляд кажется. И эта мысль подтвердится в самом фильме. Но да, я не буду делать здесь философский анализ этой картины. Оставлю это профессионалом в этой сфере. Говоря про все вышеупоминанное, прежде всего я хотел подтолкнуть вас к просмотру картины, так как она того заслуживает. Да, я знаю, что Beautiful придется по вкусу далеко не всем. Он невероятно грузный, меланхоличный и тяжелый для восприятия обычного зрителя. Но даже несмотря на это, я считаю, что данный фильм должен увидеть каждый. Кто-то посмотрит его и забудется, и с этими людьми все будет ясно изначально. Но любой думающий человек обязательно увидит в этой картине что-то личное и прекрасное. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если понравился видос, то ставьте лайки. Да, в общем, вы и сами все знаете. Также, те, кто до сих пор не смотрел мой ролик про истории вестернов, настоятельно рекомендую ознакомиться с ним. Что ж, всем удачи и до скорых встреч.